Как известно, в рамках краевой программы развития топливно-энергетического комплекса к Олимпиаде на курорте построили километры и десятки новых объектов электроснабжения. В целом ситуация в этой отрасли стабилизировалась. Но несмотря на это, проблемы со светом у горожан все же остались. Отключение, слабое напряжение. Диспетчеры электросетей продолжают принимать подобные жалобы сочинцев. Причина всему – бесхозяйственные электрические сети, либо абонентские энергообъекты, владельцы которых не обеспечивают их надежную эксплуатацию. Расположены они зачастую в сельских районах и на территориях садовых товариществ. В случае аварии жителям приходится искать спонсоров и ремонтировать бесхозные сети за их счет. Реестр этих объектов у нас есть. Мы неоднократно его передавали в соответствующие организации. Это и в Кубаниэнерго, и в Водоканал. Однако все-таки до нынешнего момента передать их на баланс не получается. Но я надеюсь, что с нынешней депутатской инициативой эта тема сдвинется с места, и мы сможем их ремонтировать, модернизировать, эксплуатировать в том режиме, в котором это нужно по законодательству Российской Федерации. Болезненную для курорта тему необходимо решать в кратчайшие сроки, отмечает и председатель городского собрания, принявший участие в выездном заседании комитета по вопросам ЖКХ. Собрались депутаты в сочинских электросетях, которые на сегодняшний день являются единственным предприятием курорта, в силах которого содержать электрические сети города в рабочем состоянии. Должно быть еще согласие собственника, который занимается этими вопросами, постановка их в муниципальную собственность, и потом уже передача на обслуживание в Кубаниэнерго. Требования у нас к собственникам, и очень жесткие требования к собственникам о состоянии этих подстанций, о состоянии этих линий, потому что чтобы не получилось так, чтобы их передача в муниципальную собственность в таком безобразном состоянии, в котором они находятся. Паспорт готовности к осенне-зимнему сезону Кубанинерго получила, но при наличии таких брошенных сетей гарантии на безаварийность нет. В целом же энергетики готовы принять бесхозяйственные сети в зону своей ответственности. Если даже посмотреть в процентном соотношении, то 70% технологических нарушений приходится как раз-таки на эту долю сетевого хозяйства. Поэтому, чтобы это исключить, повысить качество жизни людей и повысить надежность энергосистемы города Сочи, эти решения мы должны в скорейшем будущем реализовать. Те темпы, которые мы взяли и с той динамикой, с которой мы подошли к этому вопросу, она сохранится, то в течение года мы эту проблему решим. Однако решать ее нужно совместными усилиями городских властей, правоохранительных и надзорных органов и общественности. Для активизации процесса решено создать рабочую группу, в которую войдут как народные избранники, так и энергетики. Поступают жалобы на перебой электроснабжения, на скачки электроэнергии киловатт. Поэтому наша задача – работать и дальше в этом направлении, чтобы все жалобы свести к нулевому показателю. Подводить итоги совместной работы члены рабочей группы планируют ежемесячно.